немножечко сниму вам из мир вот то что вы видите вот эти все дома которые на горах это все неблагополучные районы их не сносят с ними ничего не делают с этими домами вот люди так и живут друг на друге как они вообще там живут мне честно говоря не совсем понятно мечеть там неподалеку видать вот посмотрите друг на друге эти дома старые совсем район если туда заглянуть честно говоря жутковатый но про неблагополучные и про бандитские районы я вам еще отдельно сниму видео как-нибудь сейчас я вам покажу историческое место находится в измере вот его название сверху над моей головой точно название вам сейчас не скажу прочитаете это для из мира очень важное место если помните был такой фильм про Эртурула и вот это как раз того времени того времени и прилавки продаются всякие прелести вот эти исторические тоже интересные у них красотища он музыкантские эти инструменты всякие интересные в основном бижутерия здесь продается надеюсь женщины в кадр ко мне не попадут капризные бабам это посмотрите всякие от сглаза у них здесь очень модно где что не скажи все от сглаза у них и у них какого только рода здесь глазков не продается все для дома эти красота какая мы отсюда выходим здесь у нас данер и все такое кафешки здесь летом все работать сейчас тоже вот данных делает здесь летом обычно все работает но так как с пандемией здесь сейчас все закрыто но люди все равно заходят и кушают это здесь кемералтын а базар называется в измере у цветочки продают это кто молится для них лавка вверх для верующих всякие штучки здесь и продают вот эти 40 ушки или как они эти бусинки мы этот базар очень любим мы здесь с мужем постоянно гуляем когда есть у нас время здесь и цены цены довольно таки доступные причем по всему городу свадебный магазин вечерних платьев здесь обычное шматье здесь свадебные платья вы можете выбрать а можете на шитье заказать они и так и так берут вот здесь у них национальные их не наряды у них канагин джесси есть для невесты отдельный день вот эти вот на лицо одевает они эти тюльки в общем национальном стиле магазин вот здесь а мы дочки покупаем заколочки по 2 лиры по 3 лиры те которые в магазине пару стоит 2-3 лиры здесь целый блок их не 5-6 штук натуральные мыло самодельные или я план называется ты для невест коронки короны одевать с этой пандемии у нас тут колония одеколон просто разобрали и вот посмотрите цены один одеколон 25 лиры сухофрукты магазин цены вот пожалуйста цена 85 лет 20 лет такие всякие сувенирчики если вам нужно будет домой поехать или в другую страну кому-то отвезти интересные всякие такие штучки есть магнитики один магнитик 4 лиры здесь а шерстяное дело это все натуральной шерсти здесь а сухофрукты пожалуйста цены киш-миш 18 финики 60 вот такие турки есть для кофе чтобы турецкий кофе варить сервизы всякие интересные здесь в турции женщины любят дома вот такие искусственные цветы и всякую дребедень вот такую искусственную вот пожалуйста целая куча их здесь собралась они любят вот такие кой зелень искусственные дома все что искусственная красота они все это дома дома держат у нас например не принято они вот дома везде увидите в турецком турецкой квартире везде увидите чайнички посуда нас кстати на свадьбу они нам подарили венки у нас у русских на гроб делают венок а у них здесь на свадьбу дарят и когда мне нам принесли на свадьбу подарили эти на венки я чуть выборок там не упала так что для них это нормально по фруктов здесь вообще у них море всякие интересные штучки сладости здесь мужчинка себе сам себе сидит картины продает местные жители посоветовали вот это кафе а кафе перекуска сейчас мы здесь будем кушать это молодого барашка здесь всякие деликатесы мозги деликатес блин мозги что там еще бывает язык что там еще бывает не знаю в общем какие какие-то деликатесы вот он так нарезает и делать нам гамбургер сейчас мы будем есть гамбургер не когда одна штука такого гамбургера 25 лет раньше это было кафе очень даже симпатичная он там стуле все сейчас сейчас кафе закрылась и на улице стоят такие стульчики где вы можете присесть и покушать ой вот большой гамбургер дают нам с лавашом такая вкуснятинка еще масты на мы сможем покушали дочка моей внутренности не хочет мы остановились в этом кафе в этом кафе здесь она будет лахмаджун кушать здесь один лахмаджун 12 лиры но это не дешево мне кажется это какой-то дорогой ресторан потому что нормальных кафешках лахмаджун стоит 6 максимум 9 лир березчики вот это внутри люляшки вон они уготовят здесь шашлыки вот такой лахмаджунчик пришел очень вкусненький вот такая порция две большие половинки в мире у нас большая проблема это парковка машину совершенно негде ставить нигде места нету все забито более-менее мы нашли волями дешевую парковку вот пожалуйста цены их не мы поставили машину на 5 часов 5 часов у нас получилось 25 лет что-то 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 что-то